Добрый день, дорогие мои! Хочу вам напомнить, что мы своим каналом, и я в частности, как ведущий канала, участвуем в очень замечательном деле. Это в деятельности общественной организации «Доноры Новой Москвы». В этом году мы стали официальные участники, то есть мне была вручена вот такая сумочка со знаком «Доноров Новой Москвы». У них, видите, два сердца, маечка и все документы, которые относятся только к тем, кто конкретно входит в эту организацию. То есть тем, кто сдает кровь, дают вот такие символы, что они к этому относятся. Мы с вами, как информационная поддержка, участвуем в этом движении, но я вам скажу, что это немало. То есть то, что мы рассказываем, показываем, это, конечно, добавляет количество участников, ну и добавляет как бы самозначимость тех, кто сдал эту кровь, так как они увидят себя на экране, и они распространяют эти ролики, и очень благодарят, когда их снимаешь. Вот, хотя я считаю, что доноры и так святые. То есть это настоящее дело, которое можно однозначно назвать святым, а уж когда они сдают некоторые там по несколько раз, по несколько десятков раз, у нас с вами много фильмов на эту тему, где иногда просто разжавишься, как молодая красивая девушка, ее спрашиваешь, а она там больше тридцати раз уже сдавала кровь. Ну это, конечно, поразительные для меня эти люди. И поэтому я, во-первых, напоминаю, что 2 декабря у них снова день донора. Это новые батутинки в Москве. Туда доехать очень нетрудно. Из Москвы с Теплого Стана туда много ходит. С Юго-Западной, по-моему, тоже много всего ходит. Можно на метро доехать практически до Новых Ватутинок и там от метро. Ну, москвичи знают и Подмосковье знают. Я вам рекомендую просто, даже если сдаться не можете, съездите и побывайте. Это очень так вдохновляюще. Там настоящее собрание святых. То есть большое количество людей вот с таким настроем, что они кровь свою, часть жизни своей, отдают, ну, прежде всего, деточкам. Они сдают для центра Димы Рогачева, это где лечат детей от рака, и для областного центра тоже лечения детей от раков. То есть эта вся кровь пойдет детям. Тем более, что там уже такие отобранные доноры, которые сдают по много раз и уже точно знают, кто они такие, что. И эта кровь напрямую, можно так сказать, попадает в переливание для детей. Но еще одна акция, которая в конце года проводит донор Новой Москвы, нами с вами тоже отслеживалась. Я вам ее неоднократно показывал. И эта акция называется Коробка Храбрости. То есть для того, чтобы поздравить детей вот в этих центрах лечения от рака, лечения от тяжелых заболеваний, доноры Новой Москвы собирают игрушки и всякие игры. Ну, в общем, все, что требуется детей для радости. У них-то не просто для радости. Я вам рассказывал, что каждый ребенок, когда идет на операцию или когда идет на переливание крови, но операция имеется в виду там, он берет с собой игрушку. И вот эта игрушка, как оказалось психологам, доказана, она является поддержкой этого ребенка. Эта игрушка становится его храбростью. Иногда врач, разговаривая с игрушкой, уговаривает ребенка, как не стоит бояться то, что с ним делают и так далее. Для детей эти игрушки становятся на всю жизнь значимыми, хотя часто их нельзя забирать из... Ну, иногда не дают их забирать из клиники. Хотя их нельзя там и много хранить. То есть эти игрушки являются индивидуальными и их после того, если их ребенок не заберет, их все равно приходится утилизировать, так как они несут признаки другого человека. Поэтому эти игрушки должны быть каждый раз совершенно новые, совершенно свежие и хорошо, чтобы они были веселые. В этот раз в Москве поставлено 25 или даже больше коробок храбрости. То есть это ставится такая вот специальная коробка, в ней есть прорезь и тут плакатики есть, надписи, и те, кто проходит мимо нее, они кладут туда вот такие игрушки. Чаще всего они ставятся либо в общественных местах, где-то в магазинах, там или где-то в там, где люди отдыхают, но много коробок стоит в высших учебных заведениях. Так интересно, что ну вот в Мессис, например, или в РУДН коробки очень много приносит вот таких игрушек, и в дальнейшем эти игрушки либо если соберется еще специальные там может быть шоколадки, ну в общем какие-то подарочные подарки, пойдут в этот подарок и будут вручены этого ребенку, либо они отдельно пойдут к детям в эту лечебную организацию и дадут выбрать что вам нравится когда привезут много этих игрушек, но надо их много, надо их много. И в этом году интересная такая вещь это не придумка доноров Новой Москвы, а кто-то просто из тех, кто увидел, что эта акция идет, нашлась такая форма, покупают на Озоне или Вайбересе, которые находятся в донорах Новой Москвы, то есть на этом участке туда приходит вот такая игрушка, скидывают код, по которому ее нужно получить, и организаторы этой акции приходят, получают и эту игрушку кладут в общий. Вот такая интересная вещь, и эта вещь открывает нам прямой доступ того, чтобы мы с вами так сделали, то есть купили игрушку с доставкой на Озон в Новых Ватутинках, и там ее получат те, кто это организует. Значит, что можно сделать, чтобы так поступить, нужно, я вот вам даю телеграм-канал внизу, в первом комментарии будет ссылка на телеграм-канал, где нужно написать «хочу помочь», и вам там либо дадут телефон, по которому вы созвонитесь, вам объяснят, как это сделать, либо дадут ссылку на тот Озон, на котором нужно купить ту или и игрушку, либо у вас может быть какая-то другая форма помощи вдруг окажется для этой организации. но я-то уверяю, что это, конечно, очень благое дело. Дети в этих учреждениях, как правило, в закрытом виде находятся, к ним доступа иногда даже и родителям долго нет, или потом пускают, к ним, конечно, затруднено что-то принести, вот так, и все остальное, там постоянно меняется состав всех этих игрушек, когда через тот же центр Дима Рогачева в год проходит, по-моему, больше 5000 детей, вот представляете, и сейчас находится там на излечении наверное 450 детей, ну так обычно такая цифра, плюс они отвозят такие подарки в центр реабилитации русской поле, где еще несколько сот детей проходит реабилитация, а условия именно те же самые, плюс Морозовскую больницу, плюс областную, то есть я так полагаю, что они готовят ну больше тысячи таких подарков, больше тысячи таких игрушек, и ваш вклад конечно им нужен, он обязательно будет доставлен ребенку, ваша доброта, поэтому пожалуйста откликнитесь, сходите на этот телеграм канал, если сейчас я после этого попрошу и дадут телефон, по которому позвонить, то я и телефон туда в этот комментарий спущу, и вам объяснят, как поучаствовать в этой акции, и эта коробка храбрости и вам добавит храбрости, но самое главное она показывает, что неравнодушные люди у нас живут в стране и вы относитесь к этим людям. Здоровья вам всем, радости, Бог в помощь, аминь. храбрости, храбрости, и вы аминь. Продолжение следует...